Предлагаем взглянуть на рынок вместе с Аленой Наземцевой. Руководителем отдела продаж и развития дилеров Автору. Клиентоориентированность, рынок китайских автомобилей, инструменты для дилеров, аналитика и как ее использовать в бизнесе. Все это выступление Алены. Ален, тебе слово спасибо за аплодисменты, это важно очень. Друзья, всем привет. Я татарский не знаю, поэтому поздороваться так же классно и эффектно, как Рустам, не могу. Но, собственно, хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы сегодня пришли сюда и уделили прекрасный вечер пятницей. Надеюсь, тоже нам уделите его и проведете вместе с нами. Сегодня я расскажу немножечко, о чем я вообще занимаюсь в Автору. Суть в том, что Автору существует достаточно давно, с того момента, как мы его купили компанией Яндекс. То есть это уже более семи лет. За этот период времени я открыла более десяти региональных офисов. Все, которые есть в Автору, это было сделано моей рукой. Параллельно с этим, когда я готовила эту презентацию, я посмотрела, в принципе, свой опыт работы в IT-сфере. И в какой-то момент я поняла, блин, у меня депрессия. Я такая старая, что просто не передать словами. Но потом дорогие мои коллеги подошли и успокаивали меня, что, Ален, ты не старая, на самом деле ты опытная. В общем, листицы из них классные. И кроме всего прочего, получается, что вот уже 15 лет официально я работаю в продажах, и еще 5 лет неофициально. Что я здесь имею в виду? Я здесь имею в виду историю про то, что когда-то я познакомилась с косметикой, и все, наверное, знают такие фирмы, как компания Reflame и Avon. И, в общем говоря, наверное, с этого начался мой опыт в продажах. Мне очень это понравилось. И благодаря этому я поняла, что продажа — это на самом деле классная психология. И эта история позволит человеку разрешить владеть тем, что он действительно хочет, но по каким-то причинам объективным себе в этом отказывать. И я поняла, что я буду миссионером. Поэтому если по каким-то причинам вы отказываете себе в удовольствии размещаться на автору, я рекомендую вам разрешить себе это делать и сотрудничать с нами более плодотворно. Но, кроме того, что я долгий период времени совершенствовался, развивался, естественно, совершенствовался и менялся весь вообще, в принципе, российский рынок. И так, к примеру, за последние пять лет российский рынок настолько изменился, что раньше, чтобы, к примеру, вы понимали, чтобы купить новый автомобиль, еще, допустим, пять лет назад, нам с вами потребовалось бы всего-то, навсего три с половиной года не есть, не пить вообще, ни на что не тратить. И мы могли позволить себе новую машину. То теперь, друзья, несмотря на то, что мы видим на этом графике, то, что стоимость нового автомобиля средняя по стране снижается. Снижается потому, что, ну, естественно, ушли дорогие бренды и пришли новые. То есть средняя изменилась. При этом при всем теперь человеку надо копить, как вы думаете, четыре с половиной почти года. То есть ни есть, ни пить, ни существовать для того, чтобы купить новый автомобиль. К чему я вообще про это говорю и зачем? Я говорю про это потому, что теперь никак иначе, кроме как в кредит, автомобиль, в принципе, новый ты и не купишь, учитывая, что ты среднестатистический пользователь. И вот для того, чтобы вы правильно занимались, работали с кредитами, чуть попозже вам расскажет про максимальную интеграцию с компанией e-Credit Кирилл Ларин. При этом, если мы понимаем, что в новых автомобилях все достаточно сложно, естественно, в автомобилях с пробегом, господи, как мне печет попу. Они очень горячие. То в автомобилях с пробегом получается, что нам нужно всего лишь что навсего копить, зарабатывать год в 2019 году, чтобы позволить себе такую роскошь. И сейчас ситуация, к сожалению, меняется, и меняется она не в лучшую сторону. И теперь нам нужно полтора года копить для того, чтобы мы с вами могли позволить себе автомобиль с пробегом. И если, в принципе, сравнивать новые машины, бушные машины, какие больше всего дорожают в цене, то оказывается, что, естественно, капитан очевидность, новые автомобили дорожают быстрее, нежели чем это пробег. Хотя казалось, когда я готовила эту презентацию, я думала, ну, утилизационный сбор, ну, как бы однозначно, типа, цена должна была резко вырасти. Но, чуть позже вам об этом расскажет Артем Самородов, оказывается, не так пока страшен черт, как его намалевали. И текущая какого-то резкого тенденция по росту рынка автомобиля с пробегом в цене, он пока еще вот не зафиксирован. Да, он растет медленнее, чем новые, новые растут в два раза быстрее, но при этом не так это страшно. И вот на фоне всего вот этого, знаете, что произошло? А произошло следующее, что наши-то зарплаты не успевают расти, нам-то столько денег не платят, а машины растут. И в итоге среднестатистический пользователь на автору начал более внимательно смотреть в интернете вообще объявления о продаже и то, как происходит вообще покупка. И если раньше пользователь условно первая, вторая, третья страница поисковой выдачи листинга смотрел машины, и это было нормой, то теперь огромное количество людей, то есть на 11% больше это все увеличилось, смотрят автомобили, и в том числе между четвертой и седьмой страницей, между восьмой и пятнадцатой. Вы представляете, насколько это отодвинулось? Естественно, это отодвинулось, потому что появилось очень много новых китайских брендов. Даже на первом этаже стоят те машины, которые такой думаешь, да ладно, кайфовая тачка. О, Зикер, ничего себе. А я думала, он один, а их оказывается две модели. И ты для себя открываешь что-то новое. И вот в этом году можно посмотреть на графики, что как раз-таки рост вот таких вот автомобилей произошел на февраль-март, появление этих марок на сайте Автору. И за счет этого как раз-таки вот люди начали дольше залипать. Ну и еще они, естественно, начали дольше залипать по одной простой причине, что есть такая часть аудитории, это на самом деле я. Я с 21-го года хочу поменять машину. И каждый раз, когда я захожу и смотрю цены, я говорю, да ну нафиг. Да ну нет. И в итоге закрываю сайт. И вот отчасти как раз-таки выросло и такое количество людей, которые на данный момент считают, что покупка автомобиля это достаточно сложный процесс. Кроме всего прочего, несмотря на то, что автомобиль с пробегом теперь это какая-то интересная роскошь, что мы замечаем, что пользователи, которые есть на сайте Автору, больше начали добавлять объявления в диапазоне от полутора до четырех миллионов рублей в новых, как раз-таки потому, что появилось много в этом диапазоне китайцев. И получается, что спрос на автомобили с пробегом перетек в новые машины. Зачем я буду покупать, я не знаю, BMW пятерку 2011 года, когда я могу за эти деньги условно купить нового китайца. И вот как раз-таки такая тенденция сейчас на рынке есть. Но для тех, кто занимается пробегом, есть еще одна тенденция. Все-таки люди, которые хотят купить автомобиль 5 плюс миллионов, по-прежнему хотят это сделать дорого и богато. И есть определенные сегменты, такие как BMW X6 и многие прочие. Все-таки рассматривается именно пробежный автомобиль. То есть люди пока не пересекают. И вот кажется, что марки ушли. Появилась там сложность в обслуживании, что очень много всего мигрировало в новые автомобили. Потому что проще взять китайца с гарантией, чем бушку, у которых нет запчастей. Но несмотря на это, интересно, что и тренды вообще по выбору автомобиля очень сильно изменились. Так, к примеру, сейчас блогеры, ну ютуберы, которые не знают вообще, как завлечь к себе на сайт, ну вернее на свое видео человека, чтобы он посмотрел их видеоролик. Поэтому они делают классную преамбулу, красивую фотографию. Тратят деньги на дизайн, какое-то описание, пишут контент. То если уж они так извращаются, грубо говоря, то что говорить о нас, о людях, которые занимаются в автобизнесе продажей автомобилей? Естественно, нам тяжелее всего, потому что мы продаем карточку товара. И многие, к сожалению, из вас, я дальше еще покажу, продают это, ну, постольку поскольку. И вот в связи с тем, что сейчас поколение миллениалов, да и мы в целом, все тиктокеры, ютуберы, инстаграмеры запрещенные в России, при всем при этом начинаем смотреть короткие видеоролики, пятисекундные, наше внимание очень быстро теряется. И вот как раз таки сессия человека среднестатистического, она тоже сокращается. Я не хочу долго залипать и что-то долго смотреть. Я хочу быстро понять, проскроллить, какие варианты машин есть. И если там не было классной огненной фотографии, ну, типа 98% того, что ваше объявление просто пролистается. Как раз таки хочется сейчас поговорить, в принципе, не только про то, что ваше объявление пролистается или не пролистается, но и поговорить про то, как вообще оставаться в рынке. И вот немного цифр, собственно, о самом рынке регистрации новых автомобилей. Если раньше доля китайских автомобилей была, в принципе, условно, в 2019-м на уровне 2%, то сейчас, естественно, он опережает вообще всю свою страну. Интересная тенденция, что в Поволжье, смотрите, как классно получается, все равно лидером остаются отечественные автомобили. То есть никто Ладу, Гранту не может перебить по заинтересованности среди жителей Поволжья. Хотя китайцы активно к этому стремятся. И как вы думаете, вообще в целом, в автомобилях с пробегом такая же картинка? Оказывается, нет. В автомобилях с пробегом доля китайцев вообще ничтожна. То есть ее просто там где-то на уровне моих ботинок. А при этом при всем основной как бы тренд, что интересно по Поволжью, занимают, ну, естественно, после Лады японские автомобили. Тизер. Если мы с вами дупаем, что в Поволжье в основном это Toyota Camry, там праворуки какие-нибудь Suzuki, то спешу вас заверить, что оказывается это не так. В Поволжье очень богатые люди, которые явно имеют теневой доход. Потому что, спойлер, дальше я вам покажу машины, которые интересны людям из Поволжья. И вы, я думаю, ну, либо разделите эту информацию со мной, либо нет. Ну, и, собственно, чуть позже про это поговорим. А сейчас про тренды, про китайские автомобили. Если кто спросит, что здесь написано, здесь написано НИХАУ. С нами Хавейл здоровается. Ну, и теперь переходим к более интересному. Сейчас мы на самом деле с вами можем оценить действительно масштаб советской фразы пятилетка за два года. Вот прям в прямом смысле. Вы посмотрите, какой объем рынка вообще в Российской Федерации с 2018 года стал в 2022. Ну, цифры за этот год, естественно, пока еще не закрыты. Мы видим, что более чем в девять раз выросло количество автомобилей китайских брендов вообще в целом. И при этом, при всем, да, санкции, политика и так далее, мы все равно всего лишь пятые во всем мире. То есть, Россия всего лишь пятая. И сейчас я у вас спрошу вопрос и счастливчик получит от меня классный подарок. И также рекомендую потом этого счастливчика взять вечером на игру в квиз, потому что он явно очень умный. Итак, барабанная дробь. Как вы думаете, какая страна на первом месте по импорту китайских автомобилей в мире? Мы на пятом месте. Чем вы слушали? Давайте, вы поднимайте руку, я там буду понимать. Варианты есть? Америка. Америка. Нет. Пиндосы. Нет. Так, да, слушаю вас. Киргизия. Нет. Казахстан. Нет. Да. Бразилия. Нет. Эмираты. Нет. Ничего себе. Да, да. Индия. Нет. Ничего себе. Нет. Спокойно, спокойно. Так. Нет. Нет. Да. Корея. Нет. Еще. Германия. Германия. Кто? Германия? Нет. Мексика. Кто сказал Мексика? Счастливчик, выходи на сцену. Тебя ждет подарок. Вау, прошу. Давайте поаплодируем. Ему приятно, понимаете, а нам не сложно. Откуда вы такой умный? Из Казани. Вот, вы представляете? Ребята, как вас зовут? Рустем. Я рекомендую вам сегодня запомнить, как выглядит Рустем и взять его на вечернее мероприятие, которое будет проходить в форме квиза. То есть, вопрос, ну, ответы на самые там умные, эрудированные. Вопрос, ответ. Короче, масло масляное. Вот. Рекомендую. В общем, я думаю, что ваша команда выиграет. Призы у нас офигенно крутые. Я думаю, что вам понравится. Спасибо большое. Красавчик. Спасибо огромное. Ну что, поехали. Собственно, поговорили с вами про то, какая страна, как оказывается, лидер. И, кроме всего прочего, кстати, если кто-то из вас еще не работает с пробежными китайскими автомобилями, потому что боится и переживает, что там нет вообще заработка, хочу у вас заверить, что заработок там на самом-то деле вообще-то имеется. И имеется даже неплохой. Мы посмотрели вообще, в принципе, остаточную стоимость автомобилей китайских, которые есть на автору. И получается, что самые вообще как бы востребованные среди всех и самые наваристые, это Havail H5 у нас остается. На втором месте у нас разделяют вот такую эстафету в 136%. Как раз-таки Chang'an, Cherry Tiggo и Jilly Cool Ray. Вот, в общем, если в ваших дилерских центрах нет этих автомобилей с пробегом, вы можете спокойно их сейчас выкупить и при этом еще хорошо заработать. И рекомендую вам в свободном моменте на досуге все-таки открыть рынок Мексики, поизучать его, посмотреть на то, как мексиканцы продают автомобили с пробегом китайские, потому что у них объем-то намного больше. И понять вообще, можете ли вы как-то применить эту методику, технологию в своих дилерских центрах. Но, кроме всего прочего, давайте поговорим про то, что происходит у нас. Естественно, как я уже сказала в начале своей презентации, что доля пробежных китайских автомобилей у нас пока еще, ну, прям вот очень мала. И если в целом по стране она пытается развиваться, растет и достигла 10%, то в Поволжье вспоминаем японские авто. Клиент это, в принципе, если рассматривают китайский автомобиль, то рассматривают они только новый. Автомобиль с пробегом, в принципе, им не особо интересен. Так вот, если все-таки брать нового китайца, то какого именно, какого бренда? И после вообще владения какой марки люди пересаживаются на китайцев? И мы сделали такой вот график, провели кросс-исследование вообще, из каких брендов люди пересаживаются на китайцев. И оказалось, что вообще жвачка LaFiz это как раз-таки Lada и Chery. Больше всего люди пересаживаются именно с этого бренда отечественных автомобилей на следующий растущий. Интересно, стоит отметить, что вот Nissan, Skoda, Renault, Toyota, ну, так, поскольку, поскольку, если нравится, то только Chery, а все остальное, ну, как-то вообще не нравится. Еще один интересный нюанс на этом слайде. Заметьте, здесь нет ни Мерседеса, ни BMW, ни Land Rover и так далее и тому подобное. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди, которые ездят на данный момент на таких автомобилях, ну, не очень-то, видимо, пока что еще созрели психологически для того, чтобы пересесть на автомобили китайских брендов. Ну, либо и созрели только на какой-нибудь хуйнцы, и такого как бы человека явно очень мало на данный момент по статистике. Что ж, поехали дальше. И вот если люди готовы менять Lada на Chery, то, несмотря на это на все, по-прежнему в этом году в целом Lada Granta бьет вообще рекорды количеству продаж. Вот, посмотрите, 42 тысячи она составила против того, что в прошлом году она всего лишь занимала третье место. И в прошлом году, когда еще были Hyundai Creta, популярный сав-сегмент, и Hyundai Sonata, теперь как бы получается, что аудитория, она между собой мигрировала. И те марки, которые были не особо востребованы, типа Havail, Jullion, теперь занимают вообще тройку лидеров вместе наряду с Амодой. То есть люди поменяли Крету на Амоду по одной простой причине, что, ну, Крет больше нет. Вот такая вот интересная тенденция. И возвращаясь к спойлеру про японские автомобили, если Lada Grand популярна, безусловно, то какие еще модели популярные изучают вообще люди в Поволжье? И оказывается, что, да вы богачи, люди интересуются Toyota и Land Cruiser, Toyota и Land Cruiser Prado, при том, что также параллельно понятно есть и Niva по казанским лесам гонять. И несмотря на это, люди, видимо, сразу видно, что столица нефтяная интересуется еще и такими интересными автомобилями. Так вот, а теперь давайте, наверное, с вами попробуем поговорить. Чуть-чуть поменьше аналитики. Вот глядя на всю вообще эту картину нашего рынка, волей, неволей, в голове встают вопросы. Блин, а как дальше жить? А идти в китайские бренды не идти? А покупать ли их бушку? А что с гарантией? А вообще, как мне, в принципе, планировать свою работу? Что делать дальше? И что вообще, в принципе, нужно предпринять, чтобы остаться на плаву? Ведь пользователи-то, да, теперь, оказывается, дольше выбирает, потому что денег меньше зарабатывает. Параллельно, если всего прочего, он еще и меньше смотрит всего лишь, потому что TikTok-тренд задает на короткие видосики. И вот как бы теперь получается, что выбор, ну, скажем так, автомобиля, это такой сложный процесс, и мы все больше, получается, что осознаем, что стоимость цены ошибки, она возрастает, потому что если вы сейчас неправильно отработаете какого-то клиента в своем делительском центре, то дальше будет только хуже. Ну, в смысле того, что вы не сможете его вернуть. И на самом деле ответ на этот вопрос вообще элементарный. Не надо усложнять там, где не надо усложнять. Точка. Что я имею в виду? Я имею в виду, чтобы вы, каждый из вас, ну, естественно, не вы, а ваши родственники, потому что вас-то знают в ваших делительских центрах, попробовали сами-то у себя купить машину. Вот у меня недавно руководитель мой меняет в автомобиле, и, честно сказать, то количество стресса и нервов, которые она испытывает на данный момент вообще не описать никаким масштабом. Про то, что мы это делаем, да, со стороны того, что мы знаем автобизнес. А каково вообще обычному пользователю, который покупает машину? Вот, в общем, рекомендую самостоятельно попробовать пройти этот путь того самого клиента для покупки автомобиля в своих делительских центрах. Ребята, вы такой ящик Пандоры откроете. Вот прям правда. Рекомендую. Кроме всего прочего, у нас, у каждого из вас в личном кабинете Автору есть офигенная аналитика. Называется она индекс клиентского сервиса. Что означает, собственно, этот раздел? Этот раздел состоит из семи вопросов, которые мы задаем всем клиентам, которые обратились так или иначе в ваш делительский центр. И в том числе там есть вопрос о том, рекомендуете, ну, НПС, рекомендуете или не порекомендуете салон своим друзьям. Так вот, в нашей аналитике, в нашей голове рейтинг в 4,5 это уже, ну, так себе по факту. То, чтобы вы понимали, рейтинг по Волжье в целом по ответу на данный вопрос, ну, дай бог, дотягивает до 4,2. То есть получается, что есть огромное количество людей, которые повторно после покупки автомобиля в ваш делительский центр не обратятся. И вот как раз-таки нужно менять тенденцию вот этого негативного опыта в позитивный опыт. И кроме всего прочего, вот возвращаясь к тому, что я говорила про доклад Кириллу Ларину чуть позже, как оказывается-то, не все из вас, вот присутствующих, можно поделить вот так вот на 4 части, одна четвертая не работает. Не работает с кредитными вообще упоминаниями о заявке и так далее. Ведь пользователь-то теперь дорогой, по факту. ему машину-то купить, кроме как не в кредит, почти нереально. И вот у 35% дилеров по Волжье получается информация в объявлениях о том, что эту машину можно купить в кредит, в принципе, не существует. Более того, кажется, ну хорошо, не существует, но иначе должны быть тогда огненные фотки, чтобы мы как ютуберы, ютуберы делали, как блогеры, классный контент. Да хрен там, ну серьезно. Лада Гранта является одной из самых популярных вообще в принципе продаваемых машин в ВП Волжье. Доля ее просмотров в 16%. Но несмотря на это, ребят, нужно указывать фотографии. Вот именно если вы относительно своего конкурента добавите хотя бы маленькую одну фотографию, ну пусть она будет в пленке, то вы уже тем самым заберете того самого пользователя, который, ну наконец-таки, родил в кредит купить Ладу Гранту. И, собственно, если мы с вами вообще в принципе думаем, все, что сейчас происходит, это какой-то такой интересный момент и для дальнейшего трэша нам не хватает только инопланетян, которые вот приземлятся и скажут, мы вас завоевали, люди. То по факту, для того, чтобы вообще понять и как бы начать что-то действовать, я рекомендую вам посмотреть в историю. На самом деле, с точки зрения вообще вот все, что сейчас происходит, это все циклично. Вот в истории это уже происходило. Чтобы вам было понятно, история там болезни, я не знаю, чумы, вспышка была, вспышка испанки была, смена мирового порядка, да она проходила, я не знаю, вот уже не один раз, от голландцев до испанцев и британцев и все, кого только можно. И при этом, при всем, во всех этих процессах оставались компании, которые усилились, которые развились, которые достигли определенных масштабов своего вообще эпогея. и несмотря на это все, я могу сказать, что проанализировав вообще опыт всех этих компаний, вот вы прям откройте Википедию и прям почитайте, окажется, что на самом деле у всех у них были плюс-минус там три каких-то составляющих. Вот я их назвала китами какими-то, фундаментом. Это там условно, и здесь очень обобщенно, но плюс-минус, чтобы вам было понятно, это история бренда. К примеру, мы все с вами находимся в дилерском центре Mercedes-Benz. Этот бренд существует более огромного количества времени, чем там 70-50 лет. Дальше. Я не знаю, там Nestle, Ford, Lego, какая угодно, любая другая компания, это сильный бренд, который помогает выживать процессу, дилеру, вообще бизнесу. Кроме всего прочего, это история про, ну, такое общее слово маркетинг, ваше взаимодействие с клиентом. Что я здесь имею в виду? Забота о нем, что вы комфортно размещаете его. Это история про то, как вы вообще позиционируете себя в интернете. Это ваша политика, ваша вообще, в принципе, бренда. Это история про какую-то вообще эффективность от тех рекламных затрат, которые вы оказываете для того, чтобы забрать и без того бедного, несчастного последнего пользователя в свой дилерский центр, а не отдать кому-то другому. Ну и третье, это, естественно, стратегия, процессы. Сейчас невозможно ничего не оптимизировать. И, естественно, если есть какие-то технологии, такие как те же самые GPT-чаты, про которые сейчас говорят, их нужно использовать, умные тактики, которые позволят лучше и эффективнее оценивать автомобили. Это все ноу-хау на рынке, но по факту это вещи, которые необходимы вам. И вот сегодня мы услышим доклады про все, про эти три, скажем так, кита, которые расскажут не мы со стороны Авторо, расскажут действующие автосалоны, эксперты, люди, которые занимаются этим каждый день и сталкиваются с этим день. Поэтому я вам всем рекомендую сегодня быть спанчбобами, чтобы вы впитывали в себя всю информацию как губки. У меня на этом все. Если кто хочет со мной пообщаться, welcome, мой телеграм, буду рада. Я еще раз напоминаю о том, что у вас есть возможность задавать свои вопросы. Если мы можем вывести вот этот слайд, да, вы можете навести, я вижу. Вы знаете, перед тем, как возможно появятся вопросы, я хотел бы отметить грамотный пиар некоторых из вас, потому что, например, на наше первое сообщение, что конференция начинается, некоторые наши товарищи сказали, мы на месте, всем привет из Уфы, так что телеграм можно использовать еще в легких рекламных целях. Во время выступления Алены она получила 8 значков огненно, 5 лайков, 3 сердечка, еще плюс ко всему несколько аплодисментов в ладоши, это круто, это я просто смотрел здесь. Там какашек нет? Все есть, слава богу. Поэтому, если вдруг вопросы не появились, я так думаю, что все наши коллеги, они здесь, вместе с нами и смогут, соответственно, ответить на все. Вот интересные страны, импортирующие китайские авто, занимающие вторые и четвертые места, есть какая-то информация? Да, есть такая информация, она у меня в компьютере находится, честно сказать, прям порядок не помню, посмотрю, подходите ко мне или напишите мне об этом в мою тележку, я вернусь прям вот с информацией по количеству машин. А можно телеграм вернуть вот сюда, вот этот слайд наш замечательный обсудим, вот и перед этим финальный слайд, да, вот, отлично, вот здесь. Эту площадку, эту площадку надо использовать по максимуму, понимаете, вот, подписывайтесь на Алену Азенцеву, спасибо огромное, спасибо большое. Алену Азенцеву, Продолжение следует...